Приветствую вас, Ольга. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать, как это вот мне парадоксально звучит, но вы собственно и вопрос никакого не задаете. То есть у вас его попросту говоря нет, нет вопросов. Вы как будто бы не спрашиваете ничего, вы просто ставите нас в известность относительно того, что есть такая вот проблема, есть такая вот сложность со свекровью, и всё. Но о том, что вы хотите с этим делать, вы не спрашиваете. О том, что вы хотите как-то решать эту проблему, тоже в принципе вы не спрашиваете судя по тому, что я могу видеть. Вот. И на мой взгляд это, собственно, наверное первый момент, на который вам имело бы смысл обратить своё внимание. А именно, собственно говоря, что вы хотите? Собственно говоря, какой у вас вопрос? Это первое. Первое. На что нужно обратить ваше внимание? Наверное, на то, что ненависть, как правило, не возникает на пустом месте. То есть если имеет место быть ненависть, ненависть, если имеет место быть какой-то негатив, да, и негатив достаточно сильный, достаточно серьёзный, вот, то вероятно всего срабатывает импринт. То есть некое такое запечатление, вероятно, загруз вызывает у вас некие, некие специфические, вот это важно, специфические чувства. Что такое специфические чувства? Это чувства в некоторой степени не характерны для той ситуации, в которой бы оказалось. То есть это вот именно такая чрезмерная может быть реакция, чрезмерное может быть восприятие, того, что происходит там, условно говоря, между вами и, ну допустим, тоже шикар вашей. Вот. То есть это, ну, такой вот, достаточно, получается, важный момент. На который нужно обратить внимание. Ну и, понятное дело, повторюсь, что тот факт, что вы не задаёте вопроса, значит, ну, говорит сам за себя. Так, замечательно, да, извините. И вот я в комментариях, что вы не должны делать. И, ну, ты. Следующий момент, это то, что касается возможности справиться со своими чувствами. Вообще это довольно-таки негативная история, когда человек пытается справляться со своими чувствами. То есть это довольно-таки, ну, репрессивно по отношению к себе, на мой взгляд, потому что, ну, справляясь, пытаясь справляться со своими чувствами, вы же по сути дела подавляете их, вы же по сути дела стремитесь к тому, чтобы их себе зажимать. Это, на мой взгляд, ну, совершенно не то, что так или иначе может вам помочь. Вот, поэтому, на мой взгляд, тут вот очень важным моментом является определением того, как вы относитесь к своим переживаниям, как вы относитесь к своим чувствам, как вы относитесь к тому, что вы ощущаете, в том числе, что-то связано как раз с тем же чувством ненависти, которое вы испытываете тогда, ну, я имею ввиду, к своей сокрови и так далее. Это очень важно, значит, свои чувства, ну, наверное, стараться не подавлять, как минимум, стараться не подавлять. Это как минимум, а как максимум, ну, в общем-то, максимально их раскрывать, да, максимально раскрывать свои чувства, потому что любое зашатие приводит к, ну, к еще большему негативу, скажем так. Вот. Я, опять же, не думаю, да, что это то, чего вы хотели быть для себя, ну, и для, в принципе, своих, своего любимых, а вот своих близких, наверное, тоже, потому что страдает от крови. Вот. Следующий момент. Значит, вы говорите о том, что она была с вами, о, она была. Вами недовольны с первого дня, о, значит, начинаю с один асфальт, потому что вы не спрашивали ее мнения, ну, по тем или иным вопросам. В принципе, в принципе, в принципе, в принципе, ситуация, конечно, такая, такая, достаточно, ну, я бы сказал, достаточно распространенная ситуация, потому что довольно часто бывает так, что свекрови требуют, чтобы, значит, у них, ну, спрашивали, чтобы, чтобы с ними как-то советовали, чтобы их как-то, вот, там, ну, ставили в ответ, да и так далее. Все это, на самом деле, ну, такая, достаточно распространенная ситуация. Вызывает вопрос несколько моментов, несколько моментов, вызывает вопрос. Первый момент, это то, насколько вы осознавали последствия, то есть, насколько вы отдавали себе отчет, что вот это действие, да, означает, ну, повлечет за собой вот такую, ну, негативную реакцию, скажем так, да, вот, это, наверное, первое. На что нужно обратить внимание? Ваш, здесь одно дело, если для вас это, я считаю, нет, одно дело. Если вы не ожидали того, что свекровь так отреагирует, да, и другое дело, если вы ожидали, вот, если вы этого не ожидали, то ваша реакция может быть вызвана какими-то вот, ну, скажем так, апофениями, да, какими-то, какими-то, может быть, сомнениями, да, тем, что, вот, чего от нее ждать от свекрови, что можно от свекрови ждать, что можно от свекрови ожидать, вот, потому что она вот так, так реагирует, достаточно негативно получается, вот, и вы просто можете бояться, в таком случае, ну, просто бояться, вот, повыше, 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 ну, например, может вам сделать, да, допустим, это, с одной стороны, с другой стороны. Если же вы знали, если же вы знали, что она так отреагирует, и, ну, как бы, все равно сделала, вот так, как сделала, то это, скорее, вопрос вашей, такой, осознанности, что ли. Это вопрос того, насколько вы осознаете то, что делаете. Это вопрос того, насколько вы, ну, понимаете свои действия, насколько вы чувствуете, знаете, чего хотите и так далее. Вот. И самое, самое главное, наверное, это то, чего вы ожидали. Вот вы играли. И вначале, и вначале. Вообще, чего вы от него ожидали. Давала ли она вам повод ждать этого, ну, того, что вы от него ждали, да. Потому что вполне вероятно, что она никакого повода тебе не давала. То есть вполне вероятно, что она никогда и не давала себя так, что, ну, словно, может быть, знаете, как-то по-другому. Да, то есть, она никогда не давала себя таким образом, что могла бы что-то одобрить и так далее, и так далее, и так далее. Ну, повторюсь, здесь есть нюансы, и на эти нюансы нужно обратить внимание, потому что пока что, исходя из того, что вы описываете, ну, для меня выглядит все так, что еще до того, как эта ситуация произошла, у вас уже были некоторые предпосылки, у вас уже были некоторые предпосылки для того, чтобы, ну, как-то конфликтовать. Друг, ну, друг, друг другом. Вот. Это все то, что мне кажется. Хотя, безусловно, я не могу здесь утверждать наверняка, потому что понятно, что недостаточно информации здесь и крайне мало. материал для аналогов. Вот. То есть, я могу тут, я могу только надеяться на то, что вы как-то вот, ну, несколько больше дадите информации. Я надеюсь, что вы, ну, предоставите просто больше интернета. Вот. Самое главное теперь, что вы говорите, что, ну, по вашим словам, что из-за свекрови вы из мужем, возникают ссоры, значит, с мужем. Вот. Как это работает, да? То есть, то есть, ну, как работает то, что из-за с мужем, это важный вопрос. Либо у вас, ага, конфликты с мужем непосредственно, тогда это одна плоскость проблемы. Либо у вас все-таки специфическое негативное отношение именно к свекрови своей. Вот. А, ну, связано, связано с вашим, может быть, прошлым опытом. Вот. Связано, может быть, с страхами какими-то вашими. Вот. Связано, связано, может быть, с определенными сомнениями. Вот. Связано, может быть, с определенными сомнениями. Вот. Ну, вот. У себя как вы можете видеть. Да, вы можете к себе так, к себе адвенции. А определенные сомнениями. Вот. Вы можете видеть себя, там, допустим, как, ну... родители. Вот. По отношению, например, к мужу. То есть, ну, к какой-то степени конкурировать с мужем. Да. Вот. И, соответственно, свекровь, она, как бы, ну, оспаривает вашему мобилу с победением. Тем не менее, очень важно понимать, чем связано с ссором с мужем. Потому что свекровь, скорее всего, вытаскивает ваши проблемы с мужем. Вот. Значит, она может обнаруживать какие-то страхи. Ну, у вас страх. Она может обнаруживать какие-то противоречия. У вас. Вот. И, конечно, это, ну, может быть, неприятно. И, конечно, это, ну, может быть, неприятно. И, конечно, это, ну, может быть, неприятно. Так, как будто вы воспринимаете данный аспект. Именно вот в таком ключе. В ключе как будто это само сопротивление сейчас. Ну, это, безусловно, не так. И я могу только надеяться, только надеяться на то, что вам это видится по-другому. Теперь, пару слов, по поводу того, значит, откуда вытекает в целом. Ссоры. Ссоры. То есть, ну, с чем связаны с ссоры? Ну, вот. И с чем связаны ненависть? Ссоры. Ссоры с мужем связаны, ну, не только с мужем, а вообще ссоры связаны, как правило, с проблемами личных границ. То есть, у людей есть такая проблематика личных границ. То есть, люди допускают человека, ну, как бы, вот, своего партнера, да, вот, слишком близко. То есть, человеку, как бы, некомфортно, вот, некомфортно именно на том, на том уровне близости, вот, на котором они находятся. И это каким-то образом подавляется, это каким-то образом игнорируется, это каким-то образом старается, ну, старается, старается там, как-то, ну, не обращать на это внимания. Вот, потому что подавленные чувства, так или иначе, дадут освобождать практически всегда. Вот, и, и, они прорываются. То есть, очень важно понимать, что ссоры, с одной стороны, это реакция на невыраженные эмоции и, соответственно, это снятие напряжения от невыраженных эмоций, невыраженных адекватным образом. С одной стороны. С другой стороны, это проблемой от страха, страха, страха личный границ и комфортный. Тревоги. Ну, тревоги по этому поводу, тревоги. То есть, именно, вот, тревоги из-за того, что личные границы могут, ну, быть, быть нарушены. Вот, по сути. И это очень болезненно воспринимается, к сожалению. Так что, здесь необходимо обязательно, вот, ну, у данных ключи двигаться. Двигаться. То есть, двигаться по направлению к тому, чтобы, значит, смотреть, что именно вас напрягает. Вы, там, допустим, себя зажимаете, например. Вот. То есть, это очень важно. Важно. Если мы хотим ваши, допустим, отношения сохранить. Нет? Вот. Это принципиально важный момент. Теперь. Что касается ненависти. Ненависть возникает как реакция на опасность. Сокровь вам чем-то угрожает. Вы чувствуете себя незащищенной и реагируете. Но. Важно здесь немножко другое. Что незащищенность, а проектикает не из-за сокрови. Даже не из-за. Нашего мужа, который, в принципе, ну, наверное, страны. Страны, конечно, может, с своей мамой как-то поговорить, чтобы подобных моментов не было. Ну, и на другой стороне, который является же и заложником той системы, которая его нам создала. И нужно понимать, что вы сами, когда, ну, когда выбирали своего мужа, вот, когда вы, ну, выбирали быть с ним в отношениях, и его мама тоже. Вот, когда, даже если, ну, вам это не совсем приятно, Ну, неприятно, поэтому остановить, конечно. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Это, в принципе, не хорошо. Все. Или плохо. То, что происходит, это вот. Ну, просто. Такой вот факт. Это такой факт. И все. Значит, что нужно делать. Ну, в первую очередь, работать с тем, что вам угрожено. В первую очередь, работать с тем, что вас напрягает. С тем, что вас пригласят. Но именно вас. То есть, как бы, не перекладывая ответственность за то, что вы чувствуете, на других людей, на сверху, на мужа и так далее. Это было бы крайне деструктивно для вас, к сожалению. Поэтому, я думаю, что вам предстоит некоторая работа по коррекции своего поведения. По коррекции представления о себе. Вам предстоит некоторая работа по коррекции отношений с мужем, потому что вы ведете себя как родитель. Вот. Ну и работа с личными граничами, чтобы не ссориться, например, и не тревожиться, например, при взаимодействии с людьми. То есть, чтобы взаимодействие с людьми происходило достаточно спокойно. Вот. А также, я думаю, что имеет большое значение, которые ответили вы реально про свою проблему решат. Потому что отсутствие вопроса позволяет достаточно свободно интерпретировать то, что вы пишите. А интерпретация, чрезмерная интерпретация, ну, в общем-то, ничего хорошего не даёт. В плане того, что чрезмерная интерпретация, кроме неких лазеек вам, для того, чтобы остаться в текущей своей позиции, ну, не несёт. Да? То есть, всегда, где можно сказать, что нет, я имею в виду совсем не это, нет, я работать, там, хочу над совсем другими вещами. Вот. А это мне вообще не интересно. Вот. То, что, ну, то, что вы мне предлагаете, например. Ну, вот. Чтобы не было таких концептов, чтобы не было таких проблем, да, чтобы не было таких эксцессов, так важно задавать вопрос, чтобы вы его задавали, чтобы вы сами формулировали, чего вы хотите. Разобраться в себе. Другой момент. Ну, гармонизировать отношения, допустим, с мужем, да. Это следующий момент. То есть, здесь достаточно много вариаций достаточно много. Так сказать, так сказать, направлений, в которых можно есть, но я повторюсь, что очень много зависит от именно того, что хотите вы. Если вы не хотите решать какую-то проблему, то давайте никто не решат. Ну, мне показалось, что вы как раз таки не хотите решать проблему. Ну, я могу, могу быть неправ, конечно, в своей интерпретации. Но мне видится. Видится история именно такой. Вот. Именно такой. Именно так. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Подумайте сейчас, как у вас складывалось отношение с мамой. Подумайте сейчас, как вы устраиваете отношение с мужем. Вот. Позволяется ли вы с мужем себе быть слабым? Позволяется ли вы с мужем себе не нести ответственность, может быть, за то, за что вы не хотите нести ответственность? Вот. Ну, так я имею в виду. Позволяется ли вы ему то, что хотите верить? Вот. Это очень важный момент. Потому что, если вы не чувствуете себя ослабленным с мужем, да, если вы не чувствуете, что можете, ну, быть свободным с ним. Если вы не чувствуете, если вы не чувствуете, что находитесь в естественной модели поведения, вот, то это может быть очень серьезной проблемой для вас. Потому что, потому что, потому что вы не чувствуете себя женщиной. Ну, а если вы боитесь, например, или если вы не представляете себе, это, ну, вот эта вот возможность быть женщиной, именно, именно, ну, именно, именно так, как вы хотите. Что, нет, ничего удивительного в том, что вы психуете, нет, ничего удивительного в том, что вы ссоритесь со своим мужем и так далее. Вот такой вот ответ. Я могу вам дать. Надеюсь, что вам это был полезным. Я желаю вам удачи. Всего самого доброго. 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 Продолжение следует...